У нас произошли некоторые изменения в руководящем составе. Изменения коснулись Департамента архитектуры и градостроительства. Александр Маложавенко, который раньше возглавлял ведомство, лишился должности и занял новую. Стал первым заместителем департамента и главным архитектором Севастополя. Руководителем ведомства назначили Марину Ракову. Я надеюсь, тот опыт, который я получил в Воронежском регионе, работая более 15 лет в органах архитектуры и градостроительства, поможет мне принести реальную пользу городу Севастополя. Сменили и руководителя главного управления информатизацией и связи Севастополя. Новым начальником стал Алексей Горобцов. Приехал в город из Новосибирска. Там занимал должность заместителя генерального директора по развитию Института программных систем. Основными целями, которые я вижу на период моей работы, это развитие государственных услуг в электронном виде, это развитие сети МФЦ, это внутренняя информатизация органов власти. Петр Даричев, который до этого возглавлял управление, занял новую должность. Губернатор Севастополя поручил чиновнику заняться развитием приоритетного проекта «Умный город». За два года на него потратят больше полутора миллиардов рублей. Мы берем шесть основных направлений и объединяем их на базе единой цифровой платформы. Это жилищно-коммунальное хозяйство, это здравоохранение, это образование, это безопасный город. На аппаратном совещании Дмитрий Овсянников назначил также нового заместителя директора департамента экономического развития. Андрей Саносян будет курировать инвестиционные вопросы и реализацию приоритетных проектов. Андрей Гаврич имеет соответствующий опыт в другом субъекте Российской Федерации, в том числе развитие нашего индустриального парка, поддержку корпорации развития. Большое взаимодействие. На аппаратном совещании губернатор объявляет не только о новых назначениях, но и предупреждает чиновников о возможных увольнениях. За несвоевременное доведение платежей и неполное освоение бюджета в 2017-м выговор получили три руководителя. Департаментов транспорта, городского хозяйства и капитального строительства.